Наверное, начало каждого горного сезона, для каждого альпиниста, это особое время, которое все ждут с нетерпением этого дня вылета в горы, и когда люди садятся в самолеты, в вертолеты, понимают, что они едут в любимые горы, улыбка украшает их лица, и они радостные, счастливые, с большим вдохновением рвения, ждут и дождутся встречи с седыми великанами. Лет от 2022 года было не исключением, я успел побывать с Марком на южном столбе Губы, попробовали лезть по ходу Машляева, но с определенными приключениями все-таки от Губы спустились. После, вернувшись в Кыргызстан, я успел подняться на вершину Галенина с ребятами из Сочи, и после с Юрой и Алексом мы отправились на южный Мельчек. У нас было в планах попробовать подняться на вершину Ангрии, Повелителя Неба, и если будет возможность погодная, физическая, попробовать Пик Победы. Победа. Самый северный и самый суровый 7000-х мира. Вершина расположенная на границе Кыргызстана и Китая. Особенностью этой вершины является длинный гребень, расположенный на высоте более 7000 метров. Он начинается от вершины Важа Пшавелла и идет до главной победы, до высоты 7439 метров. Основная сложность этой горы и классического маршрута через Важу Пшавеллу заключается в том, что холодные пенчанские массы соединяются с теплыми воздушными массами пустыни Токламакан, которая расположена по обратную сторону гребня Победы в Китае. Это вызывает мощнейшие ветра, снегопады и создает большую сложность для продвижения группы как на вершину, так и возвращения. Это, пожалуй, самый сложный семитысячник мира, который приравнивается к выходу на 8000. Хантенгри, сосед Победы. Это, наверное, самая узнаваемая вершина Тяньшаня. Жемчужина Тяньшаня переводится как «повелитель неба». Хантенгри расположен на границе трех государств Кыргызстана, Казахстана и Китая. Границы проходят по трем ребрам этой вершины. Хантенгри более доступный для туристов пик, поэтому каждый год на южный и северный Нельчек приезжает масса туристов в попытке зайти на эту замечательную вершину. Тяньшанские горы отличаются более обрывистыми склонами, в отличие от памирских длинных гребней, более острыми и снежными гребнями. И многие из этих вершин были давно пройдены, но в наше время пользуются популярностью в основном более простые северные и южные маршруты на Хантенгри, куда и приезжают множество туристов, куда приехали мы. Начало акклиматизации на южном Нельчеке. В отличие от Памира, каких-то простых относительно вершин, как Пикьюхина или выхода даже во второй лагерь Пиколенина, здесь сделать сложно простую радиальную акклиматизацию, поэтому вокруг лагеря сильно никуда не погуляешь. И мы ходим на капусту, фотографируем снаряжение, пытаемся высмотреть Хантенгри в тучах и Победу. Ну и вот, господа, с лучшего ракурса, Пусть Победа. Вот он. И наш лагерь на южном Нельчеке. Он открылся в Хантенгри немножко. Ну а мы спускаемся. Всем привет! По дороге в первый лагерь существует несколько ледяных рек, где, попав немножко не в то место, которое каждый год, естественно, меняется для перехода этой реки. Очень зря. Приходится делать достаточно интересные манипуляции. Не разгоняйся, как можно. И когда уже нам стало просто лень искать какие-то мосты, куда-то возвращаться, мы просто решили перепрыгнуть эту речку, что оказалось не таким простым делом, как мы себе изначально предполагали. Ты же можешь упереться прям. На край, на край, еще дальше вставай. Не бойся. Вставай. Да. Давай. Опа. Есть. Первый пошел. Так. Стой. Все. Отсек, путь отступления. Ну, короче, как-то так. Подходим к бутылке. Вон она. Под стеной Чапаева. Поехали. Тут главное не чирикнуть. Ну, вот. Подходим под стену Чапаева. Бутылочная горлышка, так называемая. Вот где ребята идут. Самым опасным местом южного маршрута является бутылочная горлышко. Это место, где ледопад прижимается к стене Пика Чапаева, которая возвышается над головой практически на километр, с висящими вверху карнизами, которые периодически падают. Это место нужно проходить максимально быстро, не останавливаясь там на отдых. Лежу тут. У Юры там вообще целый этот гардероб. Все развешат по полочкам. На сточке все дела. Алекс спит. Нам тоже без деличия. Удра второй лагерь. Удра второй лагерь. Так, ну мы подсушились. Второй лагерь. Вот я парней поснимал. Пока виды хорошие. Стена Чапаева. Седловина. Хантенгре. Вот он сам хан. Мения. Хантен. Б Текст. Хантен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Седло Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 серьезного внимания при прокладке новой тропы в новом сезоне и конечно же в этом месте не стоит оказываться после свежевыпавшего снега, либо в снегопад спускаемся в базу Собственно, хан Чапаев, бутылка вот она вот там над ней вот такое, здрасте здесь лагерь 1 дальше в базу и вот тут слева уже Китай виду их топографы ну еще какие-то Макс, специально для тебя вот он хан видишь, вот он и второму Максу тоже привет а тебе тут нарыл сувенир смотри будешь котлеты сожарить чик топ грин хоба турецкая сковородка вообще мадын турки специально вернулся за ней а лица смыты все равно так и доху видно спустившись в базу конечно же мы начали очень радоваться готовой вкусной еде которую не надо было извлекать из сперва добычи льда снега топления этого всего превращения в жидкость каких-то высотных пайков просто можно было лежать в палатке базового лагеря и ждать когда Гоша выйдет с трубой продудит о начале обеда ужина завтрака и столовая это вообще место притяжения место силы в котором вечером мы собирались с ребятами гитарой перед песней общались разговаривали о горах о планах и проводили классное время такому отдыху больше всех обрадовался Алекс он сказал что из палатки дальше кухни он никуда не пойдет Юра тоже не скрывал радости достал кубинскую сигару стульчик который бережно привез из Бишкека направил его на ближайшие пики и стал готовиться к восхождению мы отдохнули несколько дней в базе и предприняли попытку восхождения на Хантенгре так ну вот он северный нельчек проковыряли карниз специально чтобы позырить в принципе даже можно чуть-чуть привстать вот он вон лагерь Пик Тяпаева Юра тут рвется на смотровое место вот тут карнизы и северная стена в пиках Антенгре смотрите что делается Юра что-то там послеживает карнизов и куда лететь если что Юра в засаде косится на третий лагерь если там пивас так ну что тут на седле хана героически Дмитрий Павленко вырыл царскую нору Дима спасибо от всех дармоедов которые тут теперь будут кайфовать не дует смотрите как у нас на коммунизме зимой ой я вентиляшку проколупал вообще класс ну парни хоромы Дима респект зачет так видосик из угла из угла пещеры копошимся тут в общем палатке там заняться было бы нечем а тут инженерная мысль торжествует мы сделали под печку обытяжку иначе весь пар вон иначе весь вовнутрь а так можно готовить и еще одну дырку ну шторку это Дима вообще все собственно это Дима мы только чуть проапгрейдили вот так вот переночевав в пещере ночью мы сделали попытку восхождения но к сожалению в этот раз достичь вершины хантенгри нам не удалось достаточно неблагоприятные погодные условия сильный ветер который сбивал с ног и мешал нормально работать на перилах очень забирал много времени и сил поэтому к высоте 6400 мы добрались только через 6-7 часов что очень много так как это всего лишь середина пути и на вершину времени не оставалось да и честно говоря погода совершенно неблагоприят поэтому вверху отсутствовала видимость висела туша и ветер усилился мы приняли решение спускаться в базу и обсудить возможность второй попытки на хантенгри на хантенгри пацаны вон спускаются а наверху что-то прям слышится сейчас утиху вот 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 как то 30 30 30 30 40 42 40 40 41 42 42 44 44 44 у нас задача добраться до ботинок вылезти из спальни вылезать никто не хочет ботиночки вон они куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч-куч ботиночек сейчас будет операция тапок 20 самый смелый оказался юра одевает свои ботинки со стразами для дискотек как у филиппа киркорова все пойдем тусить на холод про очистка помещение от пыли и выход из дому с ключиком называется лопата вот сюда у нас но собственно два раза уже чистили